110 новых украшений на световых опорах и 4 салюта у главных елок в новогоднюю ночь. Сегодня мэр города Михаил Гмырин проверил готовность города к праздничным дням. Не обошлось без замечаний. На центральной площади необходимо установить дополнительный прожектор. Особое внимание и к работе коммунальщиков. Почему мороза-то нет? Расслабился. Надо сил набираться. Зимы-то мы не видим. Сказочные герои встретили сегодня главу города. Снегурочка, директор парка культуры и отдыха, в роли Деда Мороза впервые выступил электрослесарь. Михаил Гмырин лично проверил готовность города встретить Новый год. В парке уже наряжена елка, горят огни. Помогли и горожане, налепили снеговиков. Единственный минус – все тает. В парке надеются, в ближайшее время наступит минусовая температура, тогда северодвинцы смогут кататься с горки и на катке. К слову, в новогоднюю ночь в парке встретят гостей с часу до трех ночи. Покататься на наших замечательных аттракционах, прокатиться с горки, загадать желания, поводить хоровод вокруг нашей замечательной елки в парке. Ну и новинка у нас с этого года – замечательные сани-скороходы, которые вас умчат в веселые путешествия по нашему замечательному парку. Михаил Гмырин проехал и по городским улицам. Глава города отметил, в этом году появились более 100 новых украшений на фонарных столбах. Консоли приобретаются за счет внебюджетных средств. Михаил Гмырин обратил внимание и на главную городскую елку. Касается сегодня мигающей составляющей, может быть, надо что-то бегущее, дождь какой-то, что-то еще, может быть, учесть. Потому что пожелания такие есть. Но на самом деле она выглядит гораздо солиднее, чем остальные елочки. В связи с неустойчивой погодой Михаил Гмырин дал особое поручение коммунальщикам – спецавтохозяйству максимально чистить дороги, особенно ночью. Управляющим организациям и подрядчикам обратить внимание на тротуары, внутри дворовые проходы, образование сосулек. Поработаем еще и над освещенностью самой площади, центральной площади. И поработаем еще по четырем главным площадкам. Мы уже сегодня говорили о том, что будет у нас в этом году четыре фейерверка в городе Северодвинске. Я надеюсь, что жителям понравится. Первый салют прогремит на площади Простянкина в час тридцать. В это время начнется и развлекательная программа. Через полчаса северодвинцы смогут увидеть фейерверк на центральной площади. В 2.30 салют подготовил торговый комплекс на морском. Через час небо осветится у центрального универмага. Основное новогоднее представление пройдет на площади Победы. Здесь сцена превратится в корабль. Для горожан организуют путешествие по советским фильмам. Какие-то тихие лирические комедийные ситуации и романтика. Ну и у нас же все происходит много ночи, все что угодно. И там ветер просто раскидал весь сценарий. А все мы дружно будем, исходя из того, что перепутал ветер все страницы нашего киносценария, мы все дружно будем воплощать новый фильм. Подробно ознакомиться с развлекательной программой новогодних каникул можно на сайте администрации. А устранить замечания комитет ЖКХ и Управление культуры должны до 31 декабря. Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.